Угоны, кражи, грабежи За минувший год подростками совершено 7 преступлений Ярким представлением завершились новогодние праздники в Коряжевском детском доме-школе Большая пресс-конференция Глава города ответил на вопросы журналистов Обо всем подробнее прямо сейчас Вы смотрите выпуск городских новостей Вас приветствую я, Ламбовля, здравствуйте Последние новости из реанимационного отделения городской больницы По-прежнему в крайне тяжелом состоянии там находится 13-летняя девочка Пострадавшая в результате ДТП на пешеходном переходе 14 января девочке была проведена сложнейшая операция Которую больше 3,5 часов вел областной врач-нейрохирург Спустя несколько дней после оперативного вмешательства Врачи зафиксировали положительные сдвиги в состоянии ребенка Стабилизировались основные показатели функционирования организма Тем не менее девочка по-прежнему находится в реанимационном отделении В коме на искусственной вентиляции легких Ее состояние оценивается как крайне тяжелое 18 января врачи провели контрольную томограмму головного мозга Лечение продолжается и ежедневно согласовывается с нейрохирургами И реаниматологами областной детской больницы На данный момент принято решение продолжить лечение девочки В Коряжемской городской больнице Транспортировка ее в другие лечебные учреждения может только навредить К другим темам Подростки чаще всего совершают угоны, кражи, грабежи За минувший год сотрудниками Коряжемского межрайонного следственного отдела Расследовано 7 подобных дел Расследованием преступлений, совершенных подростками с 2012 года Занимаются органы Следственного комитета Российской Федерации Так, Коряжемским межрайонным отделом за 12 месяцев 2015 года Расследовано 7 таких уголовных дел В основном это преступление против собственности подвел итоги минувшего года Руководитель отдела Михаил Илсаков Все преступления в основном были совершены против собственности Кражи, угоны, грабежи А одно преступление было совершено против личности Несовершеннолетняя, которая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности И проходила по нашим же уголовным делам Нанесла удар ножом своему товарищу в спину Вот, отчего были причины интересные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью Данное уголовное дело рассмотрено судом Она призвана виновной в совершении данного преступления Ей назначено реальное наказание в виде лишения свободы, реально Коряжемский межрайонный следственный отдел Также занимается расследованием преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних Статистики прошлого года такие уголовные дела тоже имели место В производстве отдела за 12 месяцев находилось 16 уголовных дел О преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних В суд направлено 6 уголовных дел Это объясняется тем, что остальные уголовные дела были соединены с ранее возбужденным Это возбудили мы в прошлом году много уголовных дел по статье 134 Половое сношение с лицом не достигшим 16-летнего возраста Также в производстве Коряжемского межрайонного следственного дела находилось дело в отношении двух жителей города Они совершили грабеж у подростка сотого телефона Новостной выпуск продолжит новости региона Мех расскажет Елена Кузнецова, я передаю ей слово Зарегистрированы первые случаи свиного гриппа в Архангельской области Новые стратегии развития региона и пожар в Красноборском районе Самые любопытные новости региона прямо сейчас Первый лабораторно подтвержденный случай свиного гриппа H1N1 зарегистрирован в Северодвинске Это первый случай свиного гриппа, зарегистрированный на территории Архангельской области в 2016 году В Северодвинске последний раз вирус H1N1 зарегистрировали в марте прошлого года Сорегистрирован один случай гриппа на этой неделе Заболел взрослый, возрастная группа старше 60 лет Диагноз подтвержден данными лабораторных исследований У заболевшего выделен вирус гриппа типа А, H1N1 В городских поликлиниках пациентов предупреждают, что сезон заболеваемости гриппом начался Пик ожидается в феврале Медики рекомендуют при первых признаках гриппа, а это высокая температура Сразу обратиться к врачу Это поможет избежать таких осложнений, как ангина, атиты и пневмония Не исключены случаи летального исхода В 2009 году от свиного гриппа в Сиродвинске умер мужчина Развитие Севера через поддержку бизнеса Глава региона провел большую встречу с предпринимателями по море Одним из ключевых направлений работы областного правительства в 2016 году Станет развитие малых и средних предприятий В 2016 году региональное правительство делает ставку на развитие трех направлений Это создание благоприятного климата для инвестиций Выполнение всех социальных обязательств перед населением И один из ключевых пунктов – масштабная поддержка малого и среднего бизнеса На встрече с губернатором Игорем Орловым собрались те, от кого в ближайшие годы будет зависеть Финансовый и экономический облик поселков, районов и городов области То, что малый и средний бизнес выполняет такое огромное количество функций Помимо, собственно, зарабатывания средств и денег для конкретных людей, групп людей Это совершенно очевидно Это и социальные функции, это и вопросы наполнения бюджетов Это и вопросы, связанные с занятостью По итогам встречи были даны конкретные поручения кабинету министров и заместителям Такие открытые диалоги с предпринимателями Игорь Орлов обещал сделать регулярными В деревне Алексеевской Красноборского района рано утром сгорел частный дом 1917 года постройки Старинный дом Пятистенок был совмещен с хлевом Оттуда, с хозяйственных помещений и пришел пожар Около пяти часов утра хозяйка проснулась от того, что горела кровля Женщина разбудила мужа, они смогли спастись Дом был уничтожен, в огне погибли все животные, которые находились в хлеву Лошадь, корова с теленком, кролики и куры Причина пожара выясняется, скорее всего, к возгоранию привела неисправная электропроводка Далее новости региона одной строкой В столице Поморья состоится чемпионат мира по хоккею с мячом среди юношей до 17 лет Первые морозы оставили без воды жильцов нового дома в Котласе и переселенцев из аварийного жилья Система водоснабжения дома была спроектирована таким образом, что трубы замерзли Агентство по спорту Архангельской области возглавил Александр Кузнецов До этого он работал начальником отдела правовой, протокольной и кадровой работы Агентства по тарифам и ценам Архангельской области Это были наиболее заметные события из жизни региона Оставайтесь на канале ТВ Коряжма Открылся новый оптовороничный магазин «Мегастрой» Сотни строительных и отделочных материалов для офисов, квартир и дач Обои, лаки, краски, ламинат, панели ПВХ, сантехника и электрика Продажи оптом и в розницу Действуют скидочно-накопительные карты «Мегастрой» строим вместе с вами Архангельская, 12, здание бывшего рынка Пришло время заменить электросчетчик Только до конца января Электросчетчик «Меркурий-201» всего за 750 рублей Магазин техника, отдел электрика на Дыбцина, 17 24 января в КДЦ на площади Лейна Компания «Лидер города Кирова» проводит выставку-продажу Шубы из механорки от 60 тысяч рублей Мутона от 17 тысяч, нутрий от 22 тысяч рублей Продажа новая коллекция зимних и демисезонных пальто, дубленок, пуховиков, курток Действуют новогодние скидки до 20 тысяч рублей И предоставляется кредит без первоначального сноса Ждем вас 24 января с 9 до 18 часов Скажите, какая у вас порода? Мы подскажем, что необходимо вашим питомцам В магазине «Бетховен» полный спектр товаров для любимых домашних животных «Бетховен» торговый центр «Фаворит» 3 этаж Отдел белье теперь по проспекту Ленина, 35 Первое крыльцо от дома 33 В ассортименте мужское и женское белье и трикотаж Отдел белье по-прежнему ждет вас в торговом центре «Виконда» 2 этаж И мы возвращаемся к городским новостям Ярким представлением завершились новогодние праздники в Коряжемском детском доме-школе На праздник всех позвал крещенский Дед Мороз В гостях у лесных зверей и добрых зимних волшебников Побывали воспитанники детских садов и дети с ограничениями в здоровье В зале нет свободных мест На представление пришли не только дошколята, но и воспитанники И ученики Коряжемского детского дома-школы Дети, которые ограничены в передвижении Такое совместное благотворительное мероприятие Не первое и становится доброй традицией Мы даже организовали доставку нашим транспортом Чтобы дети могли побыть на таком мероприятии Где-то, может быть, поучаствовать, получить положительные эмоции Ну и, наверное, мы решаем все-таки проблемы социализации этих детей И в том числе наших детей Потому что в мероприятии там наши участвуют и готовят это мероприятие В том числе дети с ограниченными возможностями здоровья На сцене милые снежинки кружатся в хороводе Лесные гости загадывают загадки Но самое интересное впереди – поиск крещенского Деда Мороза Сказку погружаются не только дети, но и взрослые, родители и педагоги Наша идея такая была, чтобы участвовало как можно больше детей Чтобы участвовали не только дети, чтобы и сотрудники участвовали И поэтому я считаю, что праздник удался Потому что получилось, что весь коллектив принимал участие Что мне еще понравилось, когда мы проводили мероприятие Это у нас и участвовали родители У нас участвовали и гости Мы водили хороводы Мы проводили здесь музыкальные игры Поэтому восторг был большой Дети были довольны, взрослые были довольны Хорошее настроение и заряд позитива получили все гости Не обошлось и без традиционного хоровода вокруг новогодней елки Он был настолько большим и дружным, что едва вместил всех желающих Зимой и летом стройная зеленая тыла Зимой и летом стройная зеленая тыла В центральной городской детской библиотеке Появилась комната для самых маленьких читателей В книжном фонде всегда можно было найти книги для этой категории посетителей А сейчас для них оборудован специальный уголок с детскими стеллажами Игрушками, головоломками и даже мягкими напольными шашками Возраст читателей центральной городской детской библиотеки различен Ее посещают воспитанники детских садов Учащиеся начальных классов школ города Для них сотрудники библиотеки проводят массу развлекательных мероприятий Где проходит знакомство с книгой и ее героями В числе активных посетителей дети от двух лет Вместе со своими родителями, бабушками и дедушками Обустроить пространство для таких читателей Библиотекари решили в рамках реализации проекта Нескучный досуг, книжка в ладошках У нас здесь детские книги Книжки-игрушки Просто игрушки, чтобы ребенок, например, не просто мог прочитать Корнея Чуковского телефон Но еще одновременно и поиграть И позвонить кому-то И смоделировать эту ситуацию своего звоночка В комнату для самых маленьких читателей Превратилось помещение, некогда служившее книгохранилищем Сейчас в нем очень удобно и комфортно Закуплена специальная мебель для детей Если ребятам захочется сменить чтение на игру Есть мягкие маты и даже напольные шашки Сотрудники библиотеки предусмотрели, чтобы здесь было интересно детям Могли воспользоваться советами и родители С целью раскрытия фонда у нас выставка тематическая Стеллаж всегда есть И обязательно уголок для родителей Куда мы будем помещать советы для того, как приучить ребенка читать Как организовать домашнее чтение Как прочитать книжку на ночь И планируем еще создать такой чемоданчик Чемоданчик советов Где бы родители могли взять литературу для подготовки детей в школу Проект «Нескучный досок» книжки в ладошках Центральная детская библиотека смогла реализовать в рамках социального партнерства Получив в 2015 году софинансирование со стороны группы «Элим» Через благотворительный фонд «Элимгород» и администрации города Прямо сейчас о спорте 16 января на острове профсоюзов состоялись соревнования памяти Андрея Жукова Члена клуба «Полюс», погибшего в январе минувшего года Лыжные старты стали одним из этапов традиционного открытого первенства филиала группы «Элим» по полиатлону В первенстве по полиатлону участники традиционно соревновались в пулевой стрельбе, силовой гимнастике и лыжных гонках На старт лыжных соревнований вышли любители лыжники и члены клуба «Полюс» Всего участниками стало 50 спортсменов Им предстояло преодолеть дистанции 5 км для женщин и 10 км для мужчин По сумме всех трех видов на высшую ступень пьедестала почета в своих возрастных группах Поднялись Светлана Панина, Елена Финева, Александр Егоров и Александр Дерягин Абсолютными победителями соревнований по полиатлону стали Светлана Панина и Александр Егоров И прямо сейчас коротко о погоде на завтра На этом новостной выпуск подошел к концу Сразу после небольшого рекламного блока смотрите итоговое интервью главы города Валерия Елизова 19 января он провел пресс-конференцию, на которой ответил на все интересующие журналистов вопросы Ну а я прощаюсь с вами, желаю вам всего доброго 24 января в КДЦ на площади Лейна компания «Лидер города Кирова» проводит выставку-продажу шубы из механорки от 60 тысяч рублей Мутона от 17 тысяч, внутри от 22 тысяч рублей Продажа новая коллекция зимних и демиссезонных пальто, дубленок, пуховиков, курток Действуют новогодние скидки до 20 тысяч рублей и предоставляется кредит без первоначального взноса Ждем вас 24 января с 9 до 18 часов Только один день 26 января в КДЦ на площади Лейна продажа обуви из натуральной кожи производства города Кирова Большой выбор мужской и женской обуви по доступным ценам, фабричное качество Также принимаем обувь-феремонт, смена подошвы и полное обновление низа обуви приглашаем с 10 до 18 часов Акция «Теплый январь» Одеяло полутораспальное из бамбука за 700 рублей, двуспальное – 800 рублей Количество предложений ограничено Отдел «Доброй ночи», торговый центр «Бригантина», первый этаж В самом начале разговора нынешний глава города ответил на всех интересующий вопрос Будет ли он выдвигать свою кандидатуру на конкурс, чтобы вновь побороться за кресло градоначальника Восьмилетний срок правления Валерия Елизова заканчивается из городской политики, он уходит Своего преемника не назвал Какими качествами должен обладать новый руководитель этого режима? Я думаю, что профессионализм, компетентность, ну и, конечно, личные деловые качества Чувство должно быть у него, наверное, порядочности, вежливости Чувство коллективизма, потому что все-таки руководить достаточно серьезным, большим коллективом профессионалов надо Это немаловажно Ну и, наверное, все-таки одно из самых таких вот моментов – это слышать людей надо Есть ли у вас какая-то конкретная кандидатура, которую вы, так сказать, будете поддерживать Может быть, пытаться способствовать, чтобы именно она прошла? Как выглядит операция приемника? Понятие «способствовать», «поддерживать» я думаю, здесь, наверное, не сильно правильно Потому что каждый коряжемец имеет сегодня право и возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Пройдет или не пройдет, будет решать комиссия А что касается меня там, поддерживать, не поддерживать, моя задача – доработать оставшееся время Если что-то не доделать, надо делать И нормально все это красиво передать должность, как это положено И еще раз повторяю, заявиться может любой, но возглавить должен компетентный профессионал Будущую работу Валерий Иванович не обозначил, лишь сказал, что есть предложения с Москвы, Питера и из нашего города Но пока четких планов нет У меня действительно есть хорошее, серьезное предложение Я пока не хочу их озвучивать, раз я не принял окончательное решение У меня есть предложение с Москвы, Санкт-Петербурга Есть предложение, у меня есть здесь предложение Вы справедливые власти? Очень хорошее Нет, я не хочу работать, у меня нет желания работать больше во власти Понятно, что я буду работать, где? Ну, после... Какой сфере все-таки вы предложили? Это маленький секрет, Саша Значит, есть предложение в сфере вооружения Есть предложение в сфере крупного строительства работать Есть предложение, очень серьезное, но у меня пока нет желания его озвучить Оно не связанное с бизнесом, не связанное с политикой Ну а с политикой завязывается? Опять так провокационно все Вот так все провокационно Опять жизнь у нас такая, что завтра придется это все развязать Ведь опыт, который есть у меня, я думаю, что это достаточно серьезный и большой опыт Вообще жизненный опыт, то, что мне удалось за мои там 54 года получить в жизни Побывать, посмотреть, поучаствовать, поработать и прочее Я думаю, что это опыт достаточно серьезный Были градоначальнику вопросы, касающиеся работы муниципальных предприятий В частности, промо Бюрюса спросил журналист из трудовой коряжмы Что стало с предприятием? Есть ощущение, что хорошо разрекламированный проект попросту сдувается Мы живем по законам Есть 44-й федеральный закон, который немножко подрезал нам крылья В каком плане? Заявляются недобросовестные поставщики Они выигрывают по ценам Демпингуют достаточно серьезно Выигрывают А потом поставляют не те товары, не того качества, которые хотелось бы получать в тех же детских садах Если, например, Бюрюса делает молоко практически ненормализованное А только постерилизует То есть та жирность, которая поступает, она может поступать и в детские сады То недобросовестный поставщик, он ведь покупает самое дешевое молоко Он не смотрит на то, чтобы дети получили качество Он выиграл, да, вот там есть самое дешевое С чего оно делается, это молоко? И, соответственно, тоже касается мяса и прочее Они ищут дешевое У нас есть акты плохих поставок и прочее Но переломить вот этот закон сложно Бюрюса, она ведь сегодня выпускает молоко И в неделе 7-8 тонн они делают Конечно, сегодня бы немножко другая была бы у нас материальная составляющая города Они готовы делать творог Они готовы делать сметану Для этого есть помещение Но для этого нужно оборудование Актуальный вопрос от коряжемского телевидения Так сказать, на злобу дне Как так оказалось, что администрация города выдала разрешение На размещение в санитарной зоне бывшего больничного городка Пятейного заведения К сожалению, у нас сегодня опять закон такой, что он позволяет Предпринимателю пойти на такой шаг Это раз И контролирующие органы не могут без соответствующих заявлений туда прийти и проверить Это два В-третьих, мы не подписывали с ним договор ренды, что там будет бар У нас просилось помещение И оно, по-моему, было с аукциона На размещение сопутствующих похоронному делу всех этих моментов Мастерские какие-то там и прочее, прочее, прочее О том, что там появился бар, мы узнали совершенно случайно Когда появился бар, соответственно, возникли вопросы у прокуратуры Возникли вопросы у СС по санитарной зоне У нас была активная переписка Мы собирались, выясняли И одинаковая точка зрения прокуратуры, СС и наша Что это сделано незаконно Это у нас позиция в этом плане одна Ну, понимаете, у меня нет дубины, чтобы взять и прийти там Сказать, что иди отсюда, ты там нарушил и прочее То есть мы регулируем, у нас все отношения регулируются судом Подать в суд на предпринимателя и забрать у него помещение Потому что он вот это сделал Мы пока не можем, потому что у нас решение суда, что это сделано незаконно Потому что сейчас и прокуратура этим занимается, и СС этим занимается И мы поддерживаем их, администрация города, что это сделано незаконно И будем стоять на своих позициях Не обошли в разговоре тему отношений главы города и руководства комбинаций Этот вопрос задал представитель муниципального вестника Я хочу сказать, что с момента, когда я стал главой города 2008 года У меня проблем в взаимоотношении с комбинатом не было никогда Никогда не было У нас были какие-то спорные вопросы, на то она и жизнь Но мы всегда их решали быстро, четко, в рамках закона И предъявить мне претензии со стороны руководства комбината, что я где-то не пошел на встречу, отказался Или я к ним какие-то претензии высказать В этом плане у меня совершенно нет никакого повода Наверное, самый компрометирующий вопрос главе задал корреспондент Юго-Севера из сайта Коряжма-Инфо Нажил ли врагов Валерий Елизов за 8 лет в городской политике? Понятие враг это слишком, врагов надо уничтожать Потому что врагов, если это враг, его надо просто уничтожать Я думаю, что у меня нет врагов Есть люди, с которыми у меня есть разногласия по тем или иным вопросам Политическим, в плане управления городом Есть люди, у которых у меня, может быть, какая-то есть личная неприязнь Но я не считаю, что это какие-то враги Потому что в любой ситуации всегда можно сесть за стол переговоров, договориться Либо друг другу вообще не мешать, не пересекаться И тема будет закрыта Что удалось сделать за два срока в кресле города начальника А что нет, если повернуть время спять, чтобы изменили Валерий Елизов ответил, что ему есть за что себя похвалить Но есть нерешенные задачи, которые лягут на плечи нового руководителя Главная проблема – это растущий муниципальный долг В условиях экономического кризиса работать будет очень сложно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова